В сроки не укладываются, деньги освоены не в полном объеме. Сегодня депутаты законодательного собрания региона раскритиковали реализацию областной программы капремонта. В правительстве прошло очередное заседание Комитета по промышленности, энергетике, ЖКХ и транспорту. Какие еще вопросы обсуждали на совещании, смотрите в нашем следующем сюжете. Более 400 домов отремонтированы из запланированных 805 в этом году. Еще 323 дома сейчас в работе, отчитались в фонде капремонта. План, по мнению директора фонда Михаила Кузьмина, в этом году будет выполнен на 90%. В 2020-м в регионе хотят обновить тысячу домов на 3 миллиарда рублей. Планы амбициозные, однако депутаты законодательного собрания к таким цифрам отнеслись скептически. В существенных организационных мероприятиях в 2,5 раза увеличить объемы. Здесь заинтересованность подрядчиков будет выше, потому что, как уже сказали, очень много домов с комплексным ремонтом, где и стоимость большая, и сразу делается фундамент, фасад и крыша. Комплексный ремонт, по мнению специалистов, позволит сдавать больше домов и наращивать темпы. Этому сейчас, по словам директора фонда капремонта, мешают как недобросовестные подрядчики, которые срывают сроки сдачи, так и сами жители, которые не предоставляют возможность доступа к общему имуществу для выполнения работ. Но это, по мнению заместителя председателя законодательного собрания Романа Титова, одна сторона, другая в организации работы самого фонда. И вот рано нам переходить на комплексность. Надо вначале научиться делать капитальный ремонт в соответствии с планом на 100%, так, чтобы у людей это не вызывалось, скорее же, зубовным. Меньше вопросов у депутатов было к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». А с докладом о ходе работ в этом году и планах на следующий выступил заместитель министра транспорта региона. С 2019 по 2024 годы планируется увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям с 24 до 52 процента, для чего планируется отремонтировать 704,8 километра автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. В планах на 14 километрах дорог в области увеличить количество полос движения, в два раза снизить количество участков концентрации ДТП. В этом году 41 объект по области уже отремонтировали, в том числе 20 в Кирове, 11 в Слободском и 7 в Кирово-Чепецком.